А этого надо было ожидать. Ведь я хотел купить Иль Грекова-то. Я... Это тогда ещё. Таланов перехватил у меня буквально из-под носа и потом передал всё собрание в Краеведческий музей. Ради чего? Ради таблички, переданных в дар М. Талановым? Это же пустое тщеславие, ничего больше. Называется, человек передал в дар народу. А народ даже сторожа не занял. Дай мне масло. Не понимаю, как? Как можно украсть из музея? А, из Лувра воруют. А котлетный остался. Моё возьми. Спасибо. Да, только этого не хватало. Из музея вкрасть. Да, современному периферийному обывателю что Иль Грека, что Собачкин, без разницы. Обожаешь строить из себя циника. Пап, ты про кипчака ничего не сказал? Да кипчака, девочка, существо добропорядочное. Ну, а по-твоему, вот, у кого могла подняться рука записать Иль Грека? Начинаем работать на органы. Делать нечего, да? Нажарил мужу котлету. Мы довольны. Да, жаль. Чего тебе жаль? Вообразилось, что здесь мог висеть Иль Грека. Вот то-то оно там. Между прочим, я по ассоциации припомнился такой случай. В 20-х годах в Польше жил один художник, который время от времени делал прелестных Рубенсов. Не копии, а свои оригинальные сюжеты. Я парочку видел. Это просто гениальная имитация. И вот какой-то там пан Лавкач заказал ему Рубенса. Большого. А потом этого Рубенса попросил сверху записать каким-то там портретом, пейзажами. Я не важно. Не помню. Повезли за границу. А на таможне усомнились. Технику туда еще не применяли. Так, раскрыли картину. А, Рубенс. Скандал, газетная шумиха, неизвестное полотно Рубенса пытались тайно провести из страны. Пан Лавкача этого самого засрамили. А ему того и надо. Он стал признанным обладателем подлинного Рубенса. И пока правда не вышла наружу, продал запаснословную цену. Вот это я понимаю. Журик с фантазией. Вот интересно, а сколько бы вы сейчас выложили за этот эскиз кардинала? 2012-2015. Не жирно? Ага. Если серьезно, то в переводе на доллары и фунты звали Греккет и гроши. Ну и она, ну и она, ну и она. Выходит иностранец, шикарно погорел. Тебя к телефону. Спасибо. 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 Минут, впрочем, вчера тебя опять видели в ресторане с женщиной. Ага, в каком? В Славянском базаре. Тебя дезинформировали. В Славянском базаре я был с девицей. Этой дурочкой стадии молочек восковой спелости. Кстати, она ни на что путная не годится. Она беспутная, тем более. Проверю. Ну, не перевязывайся с глупостями. Я хожу в ресторан, потому что дома скука, мертвичина и нечего жрать. Мы едим на бесценном фарфоре позадоченными вилками и ложками. Ну, что мы едим? Бутерброды. Комсерви. Бесконечные яички с мятку. Хорошо, когда еще магазинные котлеты. Ой. Я пережил ненегазскую блокаду. Как мы мерзли. Как голодали. Впрочем, папа тоже пережил блокаду. А к еде относится нормально. Вполне умерен в еде. Легко быть умеренным. Легко. А я до всего жадный. До женщин, удовольствия, денег, жратвы. Папа. Папа находится в переходном возрасте. С этого света на тот. Не смей! Не смей! Не смей, да! Говори! Не смей! Ой, ой. Ой. Да, дурью мучаются. Слушай, Арберт, ты же знаешь, что муза эмоциональный, как мать. Ну. Нужно учитывать. Нечего, валивать эмоции на одного супруга за немением прочих объектов. Кому это все достанется, а? Антолий Кузьмич? М? Где ваши наследники? А, к шутам. Бестолку.